Друзья, всем привет. Это второй урок по Unreal Engine 5.1 на тему материалы, в котором я объясню, что такое физически корректный рендеринг и как выполнять базовые операции с материалами. Для тех, кто еще не смотрел первый урок, я оставлю ссылку, по которой можно будет посмотреть видео с уроком. Перед началом хочу попросить вас подписаться на канал и проявить на нем активность. Спасибо. Что ж, давайте продолжим. После того, как я поменял цвет материала, активируем параметр шероховатость или roughness, чтобы добавить глянцевость нашему материалу. Сейчас я покажу более быстрый и удобный способ вызывать нужные нам ноды. Для этого, удерживая цифру 1 на клавиатуре, я нажимаю в любое пустое место левой клавишей мыши и тогда появляется нужная мне нода, в данный момент это наши константы. Они находятся под цифрами 1, 2, 3 и 4. Хорошо, я создам константу с одним значением и подключу ее к пункту roughness. Материал стал идеально гладким и видны отражения среды. Теперь я поставлю значение 1, материал стал идеально матовым и без отражений. С этим значением ты можешь подбирать нужный тебе вид шероховатости или глянцевости материала. Я удалю эти постоянные, так как они мне пока не нужны. Что такое металлик? Для этого я снова создам простую постоянную и подключу ее к параметру металлик. В значении постоянный я поставлю 1 и получу идеальный металлический материал, но с очень высокой шероховатостью, поэтому я уменьшу этот параметр и получу отличный металлический материал с отражениями. Нажимаю apply, чтобы применить все изменения. Давай посмотрим на куб и увидим, что материал, который я на него применил, стал таким, каким я его сделал. Итак, два эти параметра называются PBR, это физически корректный рендеринг. Он основывается на реальных физических свойствах, на шероховатости и металлике, который показывает насколько материал будет металлическим и глянцевым. Используя три этих параметра, базовый цвет, металлик и шероховатость, ты можешь создавать красивые материалы для своей сцены в Unreal Engine 5. Настраивая эти три параметра, ты сможешь создать материалы металла, пластика, камня, бетона и многие другие. Все они будут обладать разными свойствами PBR. Тебе нужно быть внимательным при настройке свойств материалов. Например, если здесь поставить значение 0,3, это будет физически неверный материал. Рекомендуется значение 0 для неметаллических материалов, либо 1 для металлических поверхностей. В то же время шероховатость ты можешь использовать как хочешь. Это были параметры PBR. Теперь давай рассмотрим, какие простые математические операции с материалом можно сделать. Сейчас я расскажу тебе о простых и базовых операциях, которые ты можешь проводить со своими материалами. Во всех операциях используется несложная математика. Например, я могу изменить этот цвет, используя операции сложения, вычитания, умножения или деления. Это самые распространенные действия, которые ты видел не раз в других видео. Нода операции сложения находится под названием Add. Быстрый способ вызова ноды – нажатие буквы A и клик мышкой в область. Нода операции умножения находится под названием Multiply, или можно нажать M и кликнуть мышкой в область. Если ты нажмешь букву D, то вызовешь ноду деления. В поиске она называется Divide. Написав в поиске Subtract, ты вызовешь ноду вычитания. Отлично. Я хочу взять свой базовый цвет и подключить его через ноду сложения. Если посмотреть сюда, то ты увидишь два активных канала выражения. В первом канале находится мой цвет, а во втором стоит число 1. Я создам простую постоянную и подключу ее во второй канал ноды сложения. Тем самым все изменения пропадут. Все просто. В векторной ноде я выставлю обычный серый цвет, это значение 0,5. А теперь, если я начну менять значение в этой ноде, то цвет материала будет светлеть. Уводя значение в отрицательное положение, материал будет темнеть. Если увести значение слишком далеко, то получится абсолютно черное тело. Нода с операцией вычитания аналогична ноде сложения, только здесь вычитается, а не прибавляется числовое значение из цвета. Чтобы убрать связи между нодами, наведи курсор на узел и нажми клавишу Alt, тогда связь разорвется. Нода умножения является значением интенсивности, что будет делать цвет ярче или темнее. То же самое будет выполнять ноды деления, только наоборот. Я поставил значение 1, и ничего не изменилось, потому что при умножении на единицу, ничего не меняется. Но если я поставлю значение 2, то цвет станет ярче. Если ставить значение выше, то яркость будет все больше и больше. Если же я выставлю значение 0,2, то цвет станет менее ярким. С делением будет такая же ситуация, если я поставлю единицу, то ничего не изменится, а если я разделю цвет на 1,5, то он станет темнее, также если разделить на 0,1, то цвет станет ярче. Отлично. Это 4 основные математические операции, которые ты можешь использовать. Конечно есть и более сложные операции, о которых я расскажу в следующих видео. Эти операции можно миксовать между собой. Например, я сложу цвет, и это постоянное значение, далее умножу этот результат на еще одну постоянную. Я поставлю тут значение 0,2, а тут 1, и ничего не изменится. Теперь я умножу на 0,4, и цвет станет менее ярким, если умножить на 0,1, цвет станет еще темнее. Таким образом ты можешь комбинировать эти операции до тех пор, пока не получишь нужный тебе результат. Такие операции ты можешь проводить не только с параметром цвета, но и с металликом или шероховатостью. На этом я хочу закончить эту часть цикла уроков по изучению и созданию материалов Unreal Engine 5,1. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк. Если у тебя остались вопросы, напиши их в комментариях, и в следующих видео я постараюсь на них ответить. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие уроки и другой полезный контент про Unreal Engine 5. Субтитры сделал DimaTorzok